так ребята привет короче шапки в капюшоне пока машина не прогрелась холодно я вообще поехал на выгрузку время без 23 но грубо говоря 3 часа ночи не спится мне что-то я решил что думал 6 часов буду вставать я очень долгий же на подъем пока к 7 раскачаюсь пока приеду на базу восьми выехать к девяти надо быть на другом конце города и что-то я так подумал дружище мне доезжаем переписывается и жегер сразу на выгрузку там в уши переночуешь проснулся уже грубо говоря на месте нет так подумал думаю скорее всего это правильное решение когда утром лень либо тяжело или рано вставать надо но наверно мне кажется проще переночевать в машине и с утра ты уже на месте тем более дома я в ак-1 мои девчонки у тещи поэтому что я поехать поехал я в общем это так ребята время 335 приехал я почти на точку осталось 5 километров я сейчас где гусельский мост нахожусь вот автосалон skoda здесь широкое место нашел от полосы еще метра 3 наверно здесь передачу и а с утра без пробок грубо говоря 5 километров подъеду там меньше пяти километров это сейчас дальше как спущусь заправка тарека будет а там уже и встать нигде еще там две полосы все а повара сейчас на сектор нет смысла вдруг у на адрес неправильный довольно что-то еще так что уночевать осталось спать около четырех часов раз дома не спится буду спать машине давайте доброй ночи расход у нас за рейс вышел 12 6 потратили 654 литра воздух уходит на холостых начинаем делать так ребята короче не пустили нас город нам дяденьки милиционеры я сначала проехал а потом этот думаю проеду нагло нифига догнали тормози блин договорился назад сдал до моста первую полосу перекрыл назад сдал развернуться я рада и развернуться кругу леруа мерлен у меня выгрузка нет ни хера в принципе кстати по снегу идет уверенно на автомате система срабатывает не дает буксовать конечно не знаю как пустой будет но слегка груженым 10 тонн и то я в основном весь вес на прицеп кидал короче спереди сколько впереди три палета остальные все как бы сзади чуть-чуть на тягача все ну чё ты давай мне там в подъем надо ехать сейчас обгонишь меня скоро тормозить где-то там искать манипулятор а без разгона тоже можно забуксовать вот автомат ее душит получается постоянно машина и с одной стороны это минус что машину как будто тяжело но как-то выходит экономичней но с другой стороны плюс он не дает слишком большой наверно мощности и она особо и не буксует так где родные просторского пятачок где-то поищем здесь пятачок где-то в манипулятор ты не вижу вот система загорается антибукса он ее немножко придушивает и ничего разгоняется потом шустро манипулятор подъехал сейчас я где-нибудь как-нибудь рядом с ним стану происходит выгрузка 8 палетов 10 тонн с той стороны не буду я снимать чтобы не смущать людей осталось там три палета осталось хочу при езде город там пробка буксуем но едет душит и я вот наверно у на другой машине застряло бы у у ребята рейс выполнен добрались мы до базы благо в город пустили все здорово четко сейчас собираем до конца своей манатки едем домой дом есть дом милый дом где-то вообще у нас снег тут валит вообще не стоя когда приехал смотрел машин 10 сантиметров снега была на машине сейчас пока вот на монтажке вот час где-то стою за час сколько полтора-два сантиметра где-то полтора-два сантиметра навалило за час сейчас приобуемся и поедем в деревню девчонкам своим когда снег закончится неизвестно жена с дочкой у меня можно в новозелске у тёщи после рейса поеду к ним как-то так это коллапс просто сейчас пробка объехал фуры встали благо я короче на стоянку заехал снегоуборочной техники нету нападала ну реально здесь вот сантиметров 10 наш снег вообще не было за ночь не меньше 10 сантиметров и сейчас продолжает валить поставил зимнюю резину теперь довольны еду вот это я снимаю вообще хрен знает что ребята сейчас монтирую как раз видео и понял что не могу этого видео найти где разъяснение по той ситуации по прицепу когда мошенники пытались продать мой прицеп сейчас сделаю такое небольшое пояснение смотрите я короче начал продавать прицеп полуприцеп от рф потому что он слишком высокий оказался я когда покупал его мне казалось что высота это хорошо внутренняя высота была по моему два шестьдесят семь чистых плюс достаточно высокий потолок был и полы и он еще на высокой раме получается вообще там полуприцеп ламберит но будка шарау вот так вот получилось поэтому он слишком высокий я сделал уровень пола ниже поставил резину низкую 315 на 60 убрал гребенку из-под седла изначально высота была общая 408 я думаю да ладно сейчас седлом тем всем сейчас короче ниже сделаю вот поменял резину сделал уровень пола по-моему на два или три сантиметра ниже надо три сантиметра мне резинного дала три сантиметра гребенка под седлом так ну да и уровень пола и на два сантиметра ниже сделал но у меня почему-то все равно стало 401 я как-то если честно в принципе в комментариях мне там писали что люди ездят там и 404 я не стала рисковать потому что я камеры ножки ездил с низкой кабиной и как бы 92 куба был прицеп 270 внутри чистая высота вот и как вот красноармейск еще какие-нибудь такие места сразу даже не разговаривать там не документы ну или сам сами знаете сразу там даешь ничего даже не бывает руки даже не берут сразу бегут с линейкой мерить и ручетом мире живу я уже не первый день ради пара си работы мне типа это без того там что-то говорить мне очень горит это мало волнует что там говоришь раз замеряет где типа повезло на этот раз я коротко тебя спешили это распределом и сами понимаете когда уже короче знать что хотят короче докопаться они докопаются и как бы этот сантиметр может боком выйти то есть машину чуть под наклоном будет стоять или что-то такое то есть разбег бывало там да до трех сантиметров давала я на базе замерял в одном месте так в другом месте станешь так вот такие пироги я короче решил его продать выстреловал авито как бы звонков кучу было кстати вот братья из дагестана должны были приехать со ставрополя с калмыкии с чечни звонили в основном все братья не русские звонили но не суть суть такая короче ну там конечно четверо человек брат никому не отдавай все я сто процентов заберу 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 я говорю ну как бы этот кто первый приедет тот и приедет я задатки не просил ничего ну и как бы не любитель задатков потому что малыша задатка даст приедет начнет говорит и меня обманул еще учат то все я всем отправил фотку видео звонил человек еще с этого солнечногорска так и так объяснил мне год меня все устраивает не типа заберу этот заберу короче его так и когда он говорит скидка будет небольшая да будет но двадцатку ступишь их рода уступлю конечно 20 кучу я рассчитывал там что-нибудь сотку что не такое уступить ну и собственно у меня этим как бы заинтересовал но всегда я вспоминаю эти моменты когда слишком что-то так сказать хотят забрать или без торга или что-то еще а он особо по прицепе ничего не спрашиваю он такой скинь фото видео я ему скинул все меня устраивает но забирать буду говорит не я человек приедет приедет мой компаньон я равно понятно ну слушай только я хочу кружануть компаньона короче ты ему не говори за сумму за сколько ты продаешь короче давай как я те на карту музыки него до мне без разницы хоть на карту хоть наличник как хочешь вот договоримся о том что он мне приезжает этот человек то есть документы все у меня все как бы просто пишем договор документы и договор у меня я типа ему звоню все как бы этот человек подцепляется проверяет там воздух все свет проверяет все и мы звоним все готово как бы ждем тебя 5 в течение 20 минут присылает деньги на карту не верно бару добровую как бы этот не вопрос вот потом с другом разговариваем тут ну как раз приезжал три раза приезжала саратовский мужик лазил под ним смотрел тут там ну предложил сумму дешевле дешевле и как бы обмен доплатой вот у него была приора и часть нареченными деньгами телефон чуть не упал ну и все что я так подумал что-то думает что-то слишком подозрительно все какой-то он что-то под прицеп то он ничего не понимает разговор был сразу какой-то как сказать немного настороженный и когда говорят грубо говоря чуть ли не бесторгу заберу думаю торговаться на бороде любит думают что подозрительно и друг говорит отдавали лучше но местным зачем тебе летает какие-то московские там непонятные вот я тоже что так подумал думаю лучше синица руках чем журавль в небе тем более те ребята кто звонил назовем так те покупатели которые находятся за волгоградом короче не должны были все встретиться волгограде там наверно хинкало покушать и приехать ко мне все все разом ну короче в итоге вообще никто не приехал ладно это ситуация отпустим а ну несколько человек там тоже я еду мимо твоего города я заеду то все давай там если что там в три утра мне покажи его давай до утра не я проездом давай короче так было несколько человек ждал потом плюнул думаю плевать кому надо тот приедет желающих много был собственно я продаю это саратовскому мужику приору плюс деньги и 80000 еще рассрочка до нового года вот все мой как бы все отпустил эту ситуацию все риф уехал тут короче мне звонит охрана говорит этот приехали покупатели вот с дагестана я думал какие покупатели с дагестана ну как бы все кубу ну растерянное такое состояние в том да ну ладно сейчас приеду давай подожди сейчас через час-полтора приеду вот приехал эти ребята уже легли спать но охрана ему сказала что прицеп уже продан потом как оказывается звонит мне короче этот а вру вечером ночью уже мне позвонил вот они утром приехали вечером мне позвонил тот солнечногорска говорит так и так короче горит завтрак тебе этот уже приедет игру не слушай только этот все я продал он как продал там туда-сюда вот я норма шелур я уже продал он мне начал короче на меня матом такой сипой я сейчас тоже не буду это озвучивать я короче тоже ты ах ты такой сипой и короче этот он такой я приеду говорит тебе горит этот лицо бить ну матом я могу да я приезжай говорю посмотрим кто кого набьет выручку ну и все он то потом раз а я уже потом ну короче друг друга нагрубили я бросил трубку он не пишет и теперь дом денег должен веру кому он такой мне типа за за то что сорвал там клиентом приехал то все потратили солярку давай перечисляли деньги его пошел ты буду задницу у меня опять там начал написывать потом название ты короче мне денег должен короче те пизда он туда спокой все короче его послал ну все вроде перестал потом звонить писать утром приезжая дагестанцы а у него как сказал говорит ну все утром тебе горит пиздец горит короче держись горит и р давай давай но утром не звонят на звонит охрана приехали дагестанцы и воду все города сейчас вручат полтора года я приеду приезжая не уже спят ну как бы подошел внимание там ну все поняли потому что охранным сказал что прицеп уже продан все потом не звонит этот опять мошенник давай горит этот ты горит не сорвал горит давай мне горит денег я города ты че дурак что ли угомонись просто вы не звони мне больше все говорит ну все гру я уже устал от тебя не звони все проходит время он не звонит вечером уже я еду домой но мне звонит звонит горит давай горит этот кидать людей их в смысле каких смысле как кидать давай горит вместе работать еще дурак шли груди работы говорю на нормальную работу мы не давай кидать я горнуй чё ты кинул шоколаду вот этих ребят кинул он говорит да я горну блин да горы они приехали расстроены как конечно расстроены я гру и чё а я ему я у него спрашиваю игру через задаток они кинули он грида кинули я же серьезного рида я брала ними сказать что ничего не кидали он врач этим пиздец они горит не скинули задаток я его и сколько ты собрал сейчас я вот не вспомню сколько он по-моему сказал то ли 460 то ли 490 или 430 тысяч короче вот от 400 до 900 ой до 500 тысяч короче вот 400 чем-то тысяч грит на собирал задатков давай горит этот еще горит пару раз твой прицеп продадим горит и этот разбег и ограничение тормози горит и меня не ввязывай в это говорю все он такой ну можно горит я твои фотки использую еще я говорю нет а я пытался в авито я нашел чисто случайно это объявление вот потому что я снял объявление получается продал я нашел свое объявление то есть мои фотки и он отправлял мои видео как реф работает как запускается стенки внутри сбоку снизу все то что я подробно снимал вин номер все он видать это людям рассылал и забирал с них задатки и скорее всего ситуация могла произойти печальная так сказать потому что скорее всего этот человек допустим этот дагестанец приехал ребята приехали бы я бы вам сказал давай присылать денег он сказал бы да 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 сейчас мне бы голову морочил забрал бы с них эти 850 тысяч и пропал бы эти ребята сказали бы отдавай мне прицеп мы скинули деньги и все а я скажу какие деньги ты мне ничего не присылал и тот не присылал ну скажешь вот я отправил деньги вот объявление отдавай прицепь я сказал нету сказал ты мошенник какой мошенник я вообще-то вас не знаю грубо говоря скорее всего он хотел действовать так там начались бы скорее всего они бы нами на обратились ну правоохранительные органы и началось бы разбирать из там мошенничество как бы крайний продавец останется так что учтите ситуации очень разные и схемы у них все разные каждый раз наверное они меняются обновляются благо что короче я лучше продал там подешевле за наличку ну местным чтобы вот как бы уберег себя от таких неприятностей вот и все как бы такая вот ситуация смотрите аккуратнее и лучше наверное видео никому не отправлять как я делал максимум фотки в авито все нравится приезжайте смотрите на месте будем договариваться нет так нет я никого не заставляю поэтому сейчас вот знакомый тоже продает рэфа они говорят пришли мне фото и видео дополнительные он говорит я ничего не буду присылать и говорит я по россии покатался 3000 километров намотал до затраты и тоже самое покатался пройти до затраты есть зато вот когда ты стоишь с глазу на глаз говоришь вот с покупателем и продавцом там это это одно дело когда так онлайн там крайне кому-то задатки скидывать сейчас не то время чтобы скидывать очень много мошенников в общем я ему сказал бы мне больше не звони да игру по-хорошему просто было отстань игла отстань от меня от моей семьи все как бы сделал ты деньги ну молодец был посадят тебя ну как бы когда никогда займись гору лучше другим делом и на работу он говорит зачем мне работать тяжелую работу там что-то таскать или на этом еще чего-то в офисе и зачем мне горит я вот позвонил за день нам полмульта срубил или ты все и мне нормально в авито кстати я писал что это мой прицеп что я уже давно проводом продал и как бы это за аккаунт мошенника они мне докажите либо чем я тебе должен доказать ну короче мне так и не получилось и не доказать поэтому будьте аккуратны все дальше приятного просмотра надеюсь смог донести мысль свою что было произошло что было что произошло так сказать пояснить ситуацию в целом флюор вот короче проводка вроде вся целая но здесь короче я наверно на ночь снимать если тебе надо круиз какой-то что за круиз непонятно в общем навалено все на нее сейчас другой стороны посмотрю так ну кран удочки электрика есть ну вроде как с фишками и все еще вроде есть передать бордюр на какое-то зеркало и он так внешне кабина ничего смотрится ребята привет всем 1 декабря минус 3 короче замерз воздух не качает мне тут подсказали что это четырехконтурный кран здесь находится вот сейчас буду поливать так сказать что это все замерзло Продолжение следует... 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 ну первый раз меня и на дате на таком стекает уже минут 20 я думаю сейчас по максимуму стечет и все и у меня и фильтр подниму кабину понимаю поменяя этот как называется центрифугу в центрифугу не будем заливать масло новое фокусируйся сфокусировался хорошего еще про шприцевать бы на завтра записался я в гаи на переоформление прицепа ну сказали я до этого ездил сказали надо делать экспертизу завтра официально поеду возьму направление и отгонен экспертизу как-то так ну на запчастях видать здесь не экономили центрифуга маляя даже написано где-то манда на юсей сделано в америке здесь может быть конечно не чистили никогда начался эти отложения почищу буду стоять новую центрифугу так оказалось это не отложение а так как бы сфокусировать я пошоркал ну тряпочка протер этим отверткой пошоркал это не отложение это на самом деле оказалось металл изнутри гниет скучивается как металл не знаю почему может быть из-за смена как-то температуру сверху может там дождь что там попадает вода это горячие начинает прочесть вот почти не осталось надписи дрожавела ну ладно еще раз протру и буду ставить время не будет терять уже скоро стемнеет опять камера не фокусирует во сфокусировалась так ладненько буду менять дальше это время уже много прошло и меня не спеша чтоб масло все нормально стекло фильтр или масляный был сейчас еще раз откручивал откручивал еще раз из-за того что фильтр то я достал поменял колечко не поменял здесь тоже колечко сейчас это же наверно выковыривала новое поставлю центрифуги должно быть все новые давайте посмотрим есть колечко резиночки что то что с камеры вот все меняю ставим закручиваем и заливаем масло все ребята залил масло покажу сделал средний уровень ну наверно этот по компьютеру проверил все показывает точно все все короче четко показывает как щуп так так и этот датчик показывает правильно центрифуга полная каниста масла короче еще наверно литра полтора налью литарок будет нормально потому что мне знакомый дружище говорит надо на среднем уровне ездить на полном не надо врача тут масса маслом набор намазал этот вин номер здесь короче осталось чуть-чуть и у меня пластмасска падает неудобно заливать 5 литровый пластмасска падает короче счету тулью вы тоже все это убирать это выливать скорость темнее поэтому запускаем кабину и тихоньку был собираться домой завтра записался в гаи погоню этот прицеп в общем как то так